В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном отметили Всероссийский день физкультурника. Это развитие детского спорта. Это в любом случае хорошо. Это будущее наше. В дошкольном отделении Виндовской гимназии закрылась вторая смена детского оздоровительного лагеря. Это лагерь, самый лучший лагерь на земле. В храме святого великомученика и целителя Пантелеймона отметили престольный праздник и 30 лет со дня основания храма. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вторая суббота августа в Видном прошла по-настоящему активно. В этот день отмечали Всероссийский день физкультурника. Всех спортсменов и любителей активного образа жизни ожидала насыщенная программа в парке Опаренке и на стадионе «Металлург». День физкультурника объединил людей различных профессий и возрастов. А парк Опаренке стал первой точкой, где каждый смог принять участие в ряде соревнований на выносливость, координацию и смекалку. Занимаюсь где-то 4 года. Привлекает этот вид спорта, потому что можно просто легко взять кроссовки утром, в любое время. Хочу быть со всеми вместе, объединиться. То есть не спортивный интерес, а больше такое объединение социальное. Елена Пузинавича не занимается спортом всю жизнь. Йога, пилатес, кардиоупражнения, езда на велосипеде по парку. Без этого не проходит и дня. Спортами занимаюсь практически всю жизнь, с рождения. Я хочу поучаствовать в велопробеге и в волейбольных соревнованиях. Самым первым в состязаниях на скорость оказался спортсмен из Видного Алексей Шорохов. Обычно мужчина бегает по пересеченной местности с множеством препятствий. На соревнованиях это стало его преимуществом. Я практически никогда ровная местность не бегаю, такую плоскую. И тут было необычно очень. Вначале пришлось сильно стараться, чтобы убежать, а потом меня почему-то никто не догнал. Среди медалистов оказалась и велогонщица Елена Пузинавич, не завоевавшая бронзу. На старте попыталась уцепиться за молодыми, чтобы совсем не отстать. Потом я поняла, что я просто еду и, как говорится, в свое удовольствие участвую. На сцене парка прошла зарядка с олимпийским чемпионом Евгением Рыловым, приуроченная ко дню физкультурника. Каждый смог прокачать тело, размяться и подготовиться к следующим дисциплинам. Как бы сказали люди, прекрасный день, чтобы отметить. Но у нас прекрасный день, чтобы отметить это физическими упражнениями. Это развитие детского спорта. Это в любом случае хорошо. Это будущее наше. Поэтому детям радость, мне в сладости. После тренировки спортсмены переместились на стадион «Металлург», где прошла торжественная часть награждения педагогов и тренеров за вклад в развитие детско-юношеского спорта. Желаю тренерам, спортсменам, ветеранам спорта, любителям физической культуры и спорта, специалистам в области физической культуры и спорта, крепкого здоровья, высоких достижений, неизгибаемой воли в победе и, конечно, новых достижений на спортивной арене и в жизни. На стадионе «Металлург» жители ожидали занятия по футболу, баскетболу, большому и настольному теннису. Игрей в пинг-понг начинающих спортсменов обучал действующий тренер и легенда мотобольной команды «Металлург» Владимир Сосницкий. Я обучаю детей, взрослых, подсказываю. Давно занимаюсь этим видом спорта. Помимо своего основного вида спорта – мотобол, сейчас перешел на настольный теннис. Я привык побеждать, а настольный теннис – сам за себя играешь. День физкультурника получился насыщенным на события и еще раз подтвердил, что Ленинский округ является одним из самых спортивных муниципалитетов Подмосковья. Инга Инчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе начался сбор необходимых вещей пострадавшим в Курской области. Первую партию гуманитарного груза волонтеры отправят по мере поступления нужных людям товаров. Оказать посильную помощь могут как обычные жители, так и представители бизнеса и городских организаций. Среди необходимых вещей – постельное белье, бытовая химия, спальные мешки, горелки и газовые баллоны, фонарики с батарейками, крупы, консервы, чай, сахар, лекарства. Новая трикотажная одежда и обувь разных размеров. Гуманитарную помощь принимают с 10.00 до 22.00 в ежедневном режиме по адресу город Видное, школьная 17. По всем вопросам вы можете позвонить по телефону координатора. В дошкольном отделении Видновской гимназии закрылась вторая смена детского оздоровительного лагеря. За месяц ребята успели не только отдохнуть, но и найти друзей и узнать много интересного. На заключительном праздничном мероприятии побывала наша съемочная группа. Отдохнувшие и веселые в дошкольном отделении Видновской гимназии подошла к концу вторая смена детского оздоровительного лагеря. Для 60 мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 12 лет приготовили увлекательную программу, где каждый новый день был не похож на предыдущий и времени на гаджеты просто не оставалось. Были спортивные эстафеты, различные экскурсии, посещали историко-культурный центр города Виднова, редакцию газеты «Видновские вести», ходили на мультфильмы в кинотеатр «Искру». Месяц в лагере пролетел быстро, и вот пришло время расставания. Программа развлекательного мероприятия была яркой и насыщенной. Это и импровизированные номера, и интересные тематические игры. Ну и куда же без песен? Это в лагере самый лучший лагерь на земле, он как будто нарисован белым на стене. На закрытие смены ребята, а многие из них уже успели стать хорошими друзьями, вспоминали все лучшее, что произошло с ними. Больше всего мне нравились экскурсии, всякие развлечения. Во время тихого часа мы бесились всегда, это тоже очень весело. Будешь скучать по лагере? Да, буду. Потому что он классный, там весело, и много друзей появилось. И теперь ребята уже строят планы на будущее лето, когда снова обязательно будет беззаботный месяц в лагере. Екатерина Коваленко, Евгений Бех, Ольга Садовская. Видное ТВ. В Подмосковье продолжает действовать программа «Приведи друга». Так, порядка ста специалистов уже получили работу в соцучреждениях Подмосковья. Сотрудник социального учреждения может получить премию за трудоустройство привлеченного им специалиста до 40 тысяч рублей за врача, до 20 тысяч рублей за логопедов, психологов и помощников по уходу за инвалидами. Премия выплачивается в два этапа – 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. Напомним, что такая мера поддержки была ввезена по решению губернатора Московской области с 1 июня 2024 года. В храме Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона при Видновской клинической больнице отметили престольный праздник и 30 лет со дня основания. Поздравил прихожан с двойным торжеством и возглавил Божественную литургию Благочинное Видновского церковного округа и романах Сафроний. Храм Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона располагается на цокольном этаже стационара Видновской клинической больницы. Для прихожан небольшая церковь была открыта 30 лет назад. И на протяжении этого времени в приходе совершаются службы и молебны. Праздничное богослужение провел Благочинный Видновского церковного округа и романах Сафроний. Вместе с ответственным отделом Подольской епархии по работе с медицинскими учреждениями Иереем Вячеславом Корниенко, клириком храма Святого Великомученика Пантелеймона Иереем Дмитрием Топчаевым и клириком Александра Невского храма города Видное дьяконом Игорем Чекиным. Праздничное богослужение посетили медицинские работники, волонтеры, прихожане не только храма Святого Пантелеймона, но и других церквей благочиния. Наталья Буслаева, Евгений Бех, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова